Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы свяжем вот такую вот, девчонки, сетку крупную. Здесь не смотрите, потому что здесь у меня экспериментальный вариант вот с такими вот протяжками. Далее их нет, и я вам покажу усовершенствованный вариант без протяжек, без обрыва нити. И еще в течение видео я вам расскажу, как регулировать. То есть вы сможете эти ячейки делать больше и меньше на своем усмотрении. Сначала мы разберем саму систему, потом я объясню, как корректировать величину вот этой, чем вы можете ее корректировать. Точно так же вы не будете обрывать нить. Сейчас эти дырки как бы в тренде, и поэтому вот такой вот способ безотрывный вывязывания этих дырок спицами я считаю очень актуальным. Вот, для начала, девчонки, для вот этой вот, для образца у меня количество петель кратно 6, плюс 3 петли для симметрии, вот они, и плюс 2 кромочные. То есть, этот данный узор у нас число петель кратно 6, плюс 3, плюс 2 кромочные, соответственно. Значит, что я делаю? Первые 4 ряда это лицевыми петлями. Платочная вязка, 4 ряда, вот я их провязала, я их показывать не буду. Это первые 4 ряда. Пятый ряд. Значит, кромочную снимаем, вяжем 3 лицевые. Раз, два, три. Далее 3 петли закрываем таким образом, вот таким вот способом. Сначала мы 2 петли провязываем, потом вторую одеваем на первую, или первую одеваем на вторую, смотря с какой стороны считать. Еще одну, 2 петли мы сократили, и третью. То есть, вот 3 петли мы сократили, далее 1 петля у нас есть, 2, 3 провязываем, и то же самое, 3 петли сокращаем. Раз, два, три. Далее еще 2 провязываем, то есть, с этой петлей 3 у нас получается, и снова 3 сокращаем. То есть, 3 через 3. 3 остается на спицах, 3 мы сокращаем. И так до конца ряда. Кому не понятно, девчонки, ставим на скорость видео 0,5 или 0,75, и смотрим в замедленном варианте. Хотя бы первые, как бы, 2 раппорта, чтобы понять. Так, и последнее, вот смотрите, у меня 3 петли, последнее, которое мы для симметрии добрали. И последнее кромочное. Здесь везде, все вязание идет лицевыми петлями, вплоть до того, что кромочные лицевыми петлями. И здесь вот такой вот край получается у крома, ну, как бы, у этого квадратика симпатичный. Поэтому, все везде лицевыми петлями. И так, провязываем первые 3 петли. Так, провязываем, поворачиваемся. Провязываем, провязываем изнаночный ряд, вот эти вот 4 петли. Далее, лицевой ряд. Изнаночный. Это уже 4 ряда. Пятый ряд. И шестой ряд. Так, и вот седьмой ряд. То есть, мы поднялись на высоту вот этой ячейки. У меня ячейка состоит из 6 рядов. Все состоят из 6 рядов. Далее, провязываем вот в седьмом ряду. Видите? И теперь я добавляю воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь, что это за 6 петель? 6 петель, это у нас 3 петли из них, вот, которые нам нужно восстановить. И 3 петли, это которые у нас будут петлями подъема. Вот, как они будут работать, сейчас увидим. Значит, далее вяжем эти 3 петли. Из основного вязания поворачиваемся. Во втором ряду, в изнаночном ряду, мы вяжем таким образом. Первую снимаем, вторую провязываем, а третью из основного вязания и четвертую из воздушных петель мы провязываем вместе. Вот, таким образом работает у нас петля подъема. Они сокращаются, их у нас потом не будет. Так, третий ряд. В четвертом ряду то же самое. Первую снимаем, вторую провязываем, третью и четвертую провязываем вместе. Пятый ряд. И шестой ряд. То же самое. Третью и четвертую вместе. Таким образом, после шести ряду у нас здесь осталось 3 дополнительные петли, которые у нас восстановили вот эти петли, которые мы закрыли. Теперь, седьмой ряд, мы провязываем эти петли и передвигаемся, оставляем это уже на правой свице, передвигаемся дальше. Снова 6 петель воздушных и то же самое. Значит, понятно, да, из этих шести петель у нас 3 восстанавливается узор, 3 петли подъема. Это петли подъема, это я их назвала. Я не знаю, как их назвать, я не знаю, как это нарисовать в схему. Поэтому пробуйте, вот останавливайте видео на паузу и пробуйте, девчонки. Вот не знаю я, как эту схему нарисовать. Вот, как же мы можем регулировать? Значит, регулировать величину вот этого квадрата мы можем ширину по количеству закрытых петель, да, вот здесь вот. То есть, можно делать из 2 петель, можно делать из 5 петель. Столько, сколько вам нужно. Вот, правда, вы можете дырку сделать, какую угодно величины. Ширину вы регулируете количеством закрытых петель, высоту вы регулируете рядами, провязанными, как бы, в высоту. Если, допустим, вот, сейчас, то есть, у меня высота состоит из 6 рядов, а ширина из 3 петель, да. То есть, на каждый изнаночный ряд у нас приходится одна петля подъема. Вот, это вы в подсчетах. Если, допустим, сейчас я вам примеры разберу. 4, 5, 6. Если, допустим, вы решили сделать большую дырку, высота, допустим, 15 рядов, нет, у нас четное должно быть, значит, 16 рядов высота, а ширина 10 рядов, да, то вам нужно, значит, если ширина у вас 10 петель, вы закрываете 10, и высота 16 рядов, 16 разделить на 2, то есть, изнаночных рядов у вас будет 8, то вам нужно вот здесь вот набрать 18 дополнительных петель. Тогда вы свяжете большую такую дырку, ну, я не знаю, для чего она должна быть. Допустим, допустим, как элемент декора, или вы подшить хотите ткань, или кружева подшить вы хотите, да, да, все что угодно. У каждого фантазия работает по-другому, вот, вернее, по-своему, не то, чтобы по-другому. У каждого своя идеальная вещь, наверное, в голове, вот, скажем так. Вот, поэтому, вот так, вот таким образом вы делаете дырки, то есть, количество закрытых петель плюс количество четных рядов, высоту. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот, таким вот образом вы вычисляете. Ну, конечно же, я видела, присылала мне подписчица, я, кстати, вот этот узор, мне нужно было год с ним ходить. Вот, видите, иногда, как бывает. Давно девушка присылала, я ей твердила, что он крючком связан. На самом деле, это уже было давно, и я уже в сообщениях в Инстаграме там не найду просто этот твитр. Я бы вам его показала. Если я его найду, девушка, если вы смотрите это видео, вы мне давно присылали, вот, этот джемперочек, отзовитесь. Просто там смайлик какой-то поставьте, и ваше сообщение, ну, ваша переписка у меня покажется. Я это цветы покажу девчонкам. Вот, такими вот, как бы, клетками. Возможно, больше, возможно, меньше. Ну, вот, принцип такой, клетка, не помню какая, я же говорю, было давно. Вот, к чему я это все вела. Что можно, а, да, что можно весь джемпер связать таким узором и носить там под водолазку или под маечку. Ну, кто как. Кстати, я воздушные петли по-разному, раз так, раз так, это, в принципе, неважно. Делайте, как вам удобно. Вот. Вот, либо, допустим, очень хорошо будет делать, как декоративный элемент, да, пустить по низу, допустим, летнего кардиганчика или кофточки. Либо по, в районе талии пустить в маечке, да, лифт связать цельным, а там, в районе талии пустить вот такие несколько, как бы, рядов таких вот больших дырочек. По-разному можно применять. Пишите вот в комментарии, как вы думаете. Вот у каждого, поверьте мне, я вот сколько читаю ваши комментарии, вы мне сколько идей, девчонки, даете. Потому что одна голова хорошо, а 400 тысяч вообще как классно, представляете. Вот, поэтому я очень часто пользуюсь вашими советами. Я тоже, я ж не супермен, я живой человек и все в голове удержать не могу. Вот, и продумать все сразу не могу, по-моему, я ряд лишний связала. Да, так, значит, здесь у меня. Вот, поэтому пишите в комментариях, куда бы вы применили вот эти вот дырочки. Вот, мне очень интересно будет почитать. Вот еще, видите, они классно смотрятся. Вот классно, им можно найти применение. Кстати, у кого есть какие-то интересные идеи в закромах, пиши мне в инстаграме. Все, что в моих силах и что интересно, я все разбираю, все рассматриваю. Только не присылайте мне авторские работы, потому что уже две стычки у меня было. Я не в состоянии отследить, поэтому прошу следить за этим вам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вот последняя, как бы, ячейка. Мы вяжем четыре здесь петли, потому что здесь у нас кромочная. Вот. И сейчас еще вам покажу. Это, по сути, весь узор. Да, далее у нас идут четыре ряда лицевыми петлями, что тоже вы можете регулировать. То есть, вот эти вот места делать шире. Да, да, вот не сказала. Вы можете вот это вот шире делать, перемычку шире делать. Тоже, допустим, вот из четырех петель. Вот такая она получается. Это из трех петель. Из пяти петель делать клетку из пяти, перемычку из пяти. Вот, поэтому, вот так вот, девчонки. Все регулируете. У нас такой ветер сегодня. Так, последняя петля. Тут осталось три. И все, я вяжу до конца ряда. Теперь у меня четыре ряда лицевыми петлями. Вот. Для этого я эти петли провязываю просто лицевыми. А вот эти вот, которые воздушные, я вот таким вот образом еще раз делаю скручивания. Вот они там скручены, а я их еще перекручиваю еще один раз. Видите? Вот, для того, чтобы не было дырки. Протяжки. Чуть не провязала изнаночную. Вот. И таким образом у нас вот эта лишняя ниточка, которая здесь у меня образовывалась. Вот, вот, вот. Видите? Она распределяется равномерно и уже не выглядывает. Поэтому вот так. И еще, девчонки, еще одна рекомендация. Берите потоньше спицы. Именно, если, допустим, вязание вы вяжете пятеркой, именно на ту, ту часть, где у вас вот эти вот будут, эта сетка, возьмите на размер тоньше. Будет красивее. То есть, достаточно плотненько тут вяжите именно эту часть. Вот таким вот образом. Теперь я вяжу 4 ряда лицевыми петлями. Вот. И далее опять, значит, повторяю. То есть, вот это уже у нас получается первый ряд. И я вяжу с первого ряда 4 платочной вязкой. Далее 5-6 узор. Вот, смотрите, я намочила, высушила. И вот такая вот сетка красивая получается. Вот. Еще хочу вам напомнить, девчонки, пишите, вот куда бы вы применили такую крупную сетку. Не обязательно такого размера дырки. Меньше, больше. Но вот именно, куда найти ей применение. Но я думаю, что очень даже найдет она свое применение. Все, девчонки. А на сегодня все. С вами была Вика из Школы Рукоделия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok